Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фонда рынка. И это небольшой и краткий обзор рынка за 20 августа 2020 года. Сегодня мы поговорим с вами, наверное, о самой говорящей сегодня теме, это отравление Навального. Поговорим о том, как Федеральная резервная система умудрилась вчера обвалить американские индексы. Ну, конечно же, поговорим о ситуации, которая происходит прямо сейчас на торговых площадках. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции мы все наши видеообзоры начинаем с ситуации на фондовых рынках. И сегодня рынки все едины, все двигаются в одном направлении, все находятся в красной зоне. Все мировые индексы окрашены в красный цвет, за исключением американского технологического индекса NASDAQ. На момент съемки видео он растет почти на 0,3%. Про NASDAQ я уже ничего не буду говорить. Мы с вами все взрослые люди, все прекрасно понимаем, что NASDAQ мега перекуплен. И когда вот эта жадность перекратится, одному теперь только богу известно. А вот все остальные мировые индексы окрашены в красный цвет. Причем это окрашивание неформально, а падение мы с вами видим довольно-таки существенное. Начиная с Азиатско-Тихоокеанского региона, смотрим на Европейский театр действий. Не так давно открылась Америка, но американский индекс находится ближе к нулю. Если мы смотрим на широкий индекс S&P 500, Dow Jones там тоже не сильное падение показывает 0,2%. Компании малокапитализации падают довольно-таки существенно. Это как раз-таки относится к тому, к протоколам Федеральной резервной системы. Они теряют почти 0,6%. Ну давайте обо всем по порядку с вами поговорим. Если мы смотрели на Азиатско-Тихоокеанский регион, то здесь как раз-таки вновь обострение вот этой торгово-холодной войны это раз. Ну и конечно же Азиатский Тихоокеанский регион в первую очередь отыгрывал тот негатив, который вчера вечером произошел на американской торговой сессии. После того как раз-таки, когда были опубликованы вот эти злополучные протоколы. Эту эстапету они передали в Европу, российскому рынку и конечно же здесь мы тоже с вами наблюдаем довольно-таки сильное падение. По DAX они падают почти на 1,5%, в FTSE на 1,6%. А вот российский рынок, помимо того негатива, который передала нам Америка, Азиатский регион, у Российской Федерации получился еще и дополнительный драйвер для падения. Мы с вами об этом говорили, что когда картинка показывает о том, что техническая картинка, технический анализ говорит нам о том, что необходимо идти в коррекцию фундаментальных поводов для распродажи мы всегда сможем найти. Первый повод, конечно же, это отыгрывание негатива Соединенных Штатов Америки, но у нас есть собственный негатив. Это сегодня новость, все ленты информагент пестрят просто, новости пестрят этим. Что произошло? Отравление вот этого блогера Навального. Он на момент съемки видео до сих пор пока находится в реанимации и пока данных я не видел. Но честно признаюсь, последние полтора часа компьютер у меня сейчас выключен, телевизор тоже выключен, поэтому может быть какие-то изменения в его здоровье и появились. Я на самом деле желаю ему только выздоровления, как человек я не могу радоваться, когда происходит горе. Мое личное отношение к Навальному останется за кадром, еще раз говорим, этот канал вне политики. Здесь мы рассуждаем только о том, как какие-то события могут повлиять на вход торгов на фондовом рынке. А как раз таки для торгов на российском фондовом рынке это был крайне жесткий негатив. Это напугало как раз таки игроков на нашем рынке, особенно иностранцев напугало. И мы с вами с самого открытия увидели небольшой гэп вниз и потом потихонечку пошел слив нашего рынка. Я в своей утренней статье по настроению рынков об этом писал, что скорее всего мы не удержим позиции те, которые наш рынок занял, что по индексу Московской биржи, что по индексу РТС. Так оно и произошло. 3050 мы пронзили как нож в масло, просто вошли и пошли спокойненько дальше вниз. На сегодня задача для быков просто-напросто удержать уровень в 3000 пунктов по индексу Московской биржи. Но я думаю, что скорее всего поддержка в 3000 пунктов не выдержит такого сильного давления и мы провалимся ниже. Если мы провалимся довольно-таки, ну сразу же сегодня пройдем ниже 3000 пунктов по индексу Московской биржи, то можно говорить о том, что скорее всего завтра мы попробуем пойти на более сильную поддержку. Это в 2900 пунктов по индексу Московской биржи. Если мы говорим про наш валютный индекс, про индекс РТС, то здесь ситуация следующая. 1300 пунктов мы пробили. Напомню вам, образовался такой новый мини-боковичок в индексе РТС. Это 1300-1318. Пытался здесь походить. Это была такая замануха, как я говорил об этом. Да, я много в своих видео говорил, что главное пробить 1300. Но далее нужно посмотреть, как будет происходить движение. А далее, как мы пробили сопротивление в 1300 пунктов, рынок особо сильно рьяно вверх не рвался. Здесь он вошел в новый такой мини-боковик. Мы видели, что от 1300 его откупают. Выше 1318 ему идти просто-напросто не дают. И все склонялось к тому по техническому анализу, если посмотреть на график, что, скорее всего, график был нацелен уже на снижение. И это снижение сегодня произошло. Фундаментальным поводом послужила как раз-таки ситуация с блогером Навальным. Ну и, конечно же, внешний негатив по фондовым площадкам по всему миру. На самом деле, ситуация с Навальным не очень хороша для нашей страны. Здесь можно говорить в следующий момент. Единственное, ну, даже не так, скажем. Так как пишу одним дублем, перезаписывать не буду. Она как-то произошла очень и очень вовремя. Обратите внимание, как в нашей дружественной соседней республике и союзной республике Беларусь идут волнения. Мы с вами наблюдаем, как те же самые европейские лидеры, которые играют первые роли в Евросоюзе, это Макрон и Меркель, звонят Путину и, ну, можно так сказать, просят Владимира Владимировича повлиять на Лукашенко, чтобы, может быть, он сел за стол переговоров, вот какие-то, пришли к какому-то консенсусу. Но, с другой стороны, здесь могла появиться такая баянь с следующего момента, что Путин-то имеет довольно-таки сильное влияние, да, на Лукашенко. У нас там стоят и военные базы, и все. И чтобы мы занимались не соседней республикой, а занимались внутри страны, потому что из всех еще в памяти события на Украине, как мы обыграли те же самые Соединенные Штаты Америки, сейчас нам дают такой мини-внутриполитический кризис. Это может из мини-внутриполитический кризис. Здесь довольно-таки большие волнения даже у нас в стране. Потому что я сейчас читал много блогов, почитал несколько статей, посмотрел различные телеканалы, что говорят. Но я не говорю про государственные, я говорю про другие каналы, хотя и государственные тоже смотрел. Кто-то говорит, что даже он чуть ли не сам отравился, кто-то говорят спецслужбы. Вот пока не будет ясности с данным моментом, для нашей страны происходит негатив. Мы видим с вами бегство из наших облигаций сегодня. Это бегство продолжилось. Бегство из наших акций тоже происходит. Особенно иностранные резиденты продают наши акции, меняют их на доллар. За счет этого доллар, заметьте, самый пик налогового периода, самый разгар налогового периода сейчас идет. Но доллар преодолел отметку 74 рубля за один американский доллар. И это, дорогие друзья, не предел. Я об этом говорил, что в конце августа, в середине, к середине даже сентября, доллар может стоить в районе 77-78 рублей. И примерно такой сценарий сейчас мы с вами видим. Сейчас первое сопротивление у рубля и доллара, это 74,5. Но я думаю, что после окончания налогового периода это сопротивление будет пройдено. Тем более завтра, дорогие друзья, у нас пятница. На выходные, в такое неспокойное время, я думаю, большинство игроков начнет фиксировать свои позиции. И я думаю, что завтра мы продолжим падать. Но сегодня, на самом деле, еще замечательный, знаменательный, точнее, не замечательный, ну и замечательный в том числе, но и знаменательный день для подписчиков моего канала. Я выступал всегда жестким противником игры на понижение. Всегда жестким противником выступал. И относился к этому крайне негативно. И говорил, что лично я буду шортить только в том случае, если я уверен, буду хотя бы на 99%. 1% я давал себе на поражение. И вот после вчерашней ситуации с опубликованием ФРС, я вчера уже вечером задумался о том, чтобы не открыть ли шорт. Вы ведь слышали это постоянно из моих последних видео, что я задумывался о том, чтобы поиграть на понижение, пошортить, но говорил, что нужно определенные уровни. И эти уровни мы сегодня как раз таки с вами увидели. Это прохождение 1300. Я открыл шорты по РТС и прекрасно этому доволен. Ну, точнее, я открывал чуть-чуть выше 1300. Но там уже было понятно с самого утра, что рынок идет на снижение. И довольно-таки сильное падение нас сегодня ожидает. Прибыль уже по шорту и РТС у меня составляет на данный момент больше 2%. Это, конечно же, меня радует. Ну и смотрите еще следующий момент. Порадовались мы, конечно, шорту. Я еще думаю, буду ли я оставлять этот шорт или не буду оставлять. Скорее всего, я его оставлю на завтра, перенесу через ночь. Потому что завтра ожидаю продолжение падения нашего рынка. Ну, а, конечно же, мы сейчас поговорим с вами еще и об американском рынке. Но здесь хотелось бы сказать, что, скорее всего, я сделал решение, хотя в свой адрес я выслушал очень много критики, что на заборе я просидел слишком долго и упустил свою прибыль. Да, дорогие друзья, может быть, какие-то проценты я и не заработал. Всех денег в мире не заработаешь. Это вы должны тоже понимать. Но когда я принимал решение не лонговать наш российский рынок, я вышел, вы помните, из наших акций, и наш рынок пошел в рост. Да, может быть, я чуть-чуть рановато вышел. Но я тогда для себя принял решение, что лучше обезопасить свой капитал, потому что понимал, что рост нашего рынка не может быть так сильно и бесконечно. Особо позитивных поводов у нас не было. Август месяц и сентябрь, это традиционно черный месяц для российского рынка. Я хотел дождаться именно, когда будут хаи, и здесь уже заходить в шорт, и здесь можно сыграть на понижение. Это те редкие случаи, когда я это делаю. Но, опять-таки, для тех ребят, которые меня критикуют, лично бы завалено такими критиками, дорогие друзья, я на сезоне отчетности довольно-таки неплохо заработал. Ребята из закрытого чата, кто-то заработал хорошо, кто-то не очень. Но здесь еще вмешивается тот момент, что не всегда человек может отследить, как, к примеру, я делаю сделки. Я захожу большим объемом, у ребят, к примеру, таких средств не имеется. Или я захожу маленьким объемом, ребята заходят большими объемами. Это не только ребята из закрытого чата, даже, дорогие мои подписчики, которые не состоят в закрытом чате, но я всегда открыт для общения, это многие могут подтвердить, можно мне написать вопросы, я всегда на них спокойно отвечаю. В тех чатах даже и в форумах, где я состою, я всегда открыт для общения и говорю примерно свои действия. Ничего ни от кого никогда не скрываем. Ну а что вчера все-таки напугало американский рынок, я уже сказал, это опубликование протокола Федеральной резервной системы. Протоколы были крайне негативные, и, конечно же, это послужило таким поводом. Пока что я наблюдаю это для технической коррекции, потому что вчера мы с вами увидели падение американского рынка, но вот сейчас и индексы американские, если мы смотрим на S&P 500, топчутся возле нуля. Да, более сильное падение компании малой капитализации. Dow Jones даже меньше 0,2% теряет. То есть вроде бы рынок это переварил, и сейчас, может быть, ждет каких-то еще дополнительных новостей. Но что, какие тревожные моменты я для себя увидел именно в этих протоколах. Первый на первый момент это то, что ФРС рассматривает уже дефляционный сценарий. Это на самом деле крайне негативная вещь. Второй момент, что мимоходом уже прослеживаются моменты такого характера, что повышение ставки может идти. Хотя тот же самый Джером Пауэлл говорил, что до конца 2021 года мы ставки поднимать не будем. Но вот мы с вами видим, что на заседании ФРС уже начинается такая риторика. Ну и самое главное, к чему все можно это свести, это к тому, к такому моменту, что ФРС сейчас не видит вот этого V-образного восстановления. Дорогие друзья, не путайте. Не V-образное восстановление рынков. Рынки полностью американские восстановились. Если мы смотрим по широкому индексу S&P 500, то он полностью восстановлен. NASDAQ не просто восстановлен, он уж сколько раз установил эти свои максимальные значения. А ФРС обеспокоена тем, что нет восстановления такого бурного именно в экономике. Экономика американская вроде бы начала быстро восстанавливаться, но потом начались вот эти все пробуксовки. И как раз таки это довольно таки пугающий момент, потому что на чем росли американские рынки последние несколько месяцев. А росли они как раз таки на заявлениях о том, что у нас все замечательно, все благополучно, у нас будет V-образное восстановление. Но рынки, напомню вам, дорогие друзья, мы по весне с вами несколько видео снимали, таких полуобучающих. Я вам объяснял, что рынок всегда торгует ожиданиями, торгует будущим. И вот это будущее пока что не такое светлое, как этого рынки ждали. Тем более мы получаем такой момент, что не хватает там средств ни на здравоохранение. Ну, почитайте одним словом эти протоколы, чтобы нам не подробнее... Я, кстати, самые основные выдержки публиковал у себя в открытом телеграм-канале. Посмотрите, за вчерашний вечер там все подробнейшим образом расписано. Но на крайний случай зайдите в статью, я там тоже несколько основных выдержек дел. Статья по настроению рынков, которые я писал сегодня. Но мы с вами об этом давно говорили, что разрыв увеличивается. И, скорее всего, в ближайшее время мы с вами можем увидеть вот это начало сдутия пузыря. Вспоминайте то, о чем мы с вами говорили еще несколько месяцев назад, когда S&P 500 находился на уровнях 3100. Вот тогда он эти значения штурмовал. И тогда, когда его откупали от 3000, тогда то Паул выходит с заявлением, что напечатает 750 миллиардов долларов. То через неделю буквально вакцина. То рынки только хотят идти в коррекцию. Опять какая-то вакцина. И так далее, и тому подобное. Именно вот тогда, вспоминайте, что я говорил. Если бы тогда рынки сходили в коррекцию, тогда откатиться-то достаточно было на 5-8%. Это было бы правильно. Рынок, ну, индекс бы S&P 500, рост бы не вот так стремительно, и NASDAQ в том числе, а рост бы пропорционально, это бы не вызывало такого опасения. Но тогда этой коррекции не было. Продолжили надувание вот этого пузыря. И учитывая тот момент, дорогие друзья, что если бы тогда происходила коррекция, сейчас бы мы не находились бы на своих максимальных значениях индексы. То есть экономика восстанавливается, рынок восстанавливается. Был бы такой паритет. Сейчас этого паритета нет, рынки в космосе, а экономика, к сожалению, извиняюсь за выражение, в заднице. И вот такую ситуацию мы с вами наблюдаем. К тому же, сегодня мы получили еще не самые хорошие данные по пособиям по безработице. Напомню, на прошлой неделе данные были лучше, на этой неделе данные вновь выше 1 миллиона. Но тогда это все объяснялось как раз-таки довольно-таки просто. Тогда был переходный момент, когда вот эти пособия по 600 долларов закончили, вроде бы выплачивать, американцы за ними не пришли. А по 400 только еще начинали выплачивать. Поэтому данные по пособиям особо сильного влияния, прошлый четверг вспоминайте, они и не оказали. Потому что это такие технические данные. Сегодня мы видим, что ситуация пока особо не улучшается. Но и рынки пока ждут какого-то очень важного сигнала. Посмотрим, что будет происходить на рынке завтра. Я пока вот шорчу наш рынок, именно касаемо нашего рынка. Касаемо по американскому рынку. Да, вчера меня немного удивили движения именно компании Nvidia. Мои постоянные зрители знают, что это одна из моих любимых акций на американском рынке. Но здесь мы должны с вами понимать, отчет был превосходный. Данные превосходные прогнозы на следующий квартал тоже довольно-таки внушительные. Но мы должны с вами понимать, что последние несколько недель Nvidia показала довольно-таки существенный рост. И вот этот мега положительный отчет был частично заложен в этот рост. Это раз. Ну и во-вторых, вчера был негатив на американском рынке. И Nvidia просто-напросто поддалась данному негативу. Но она особо сильно не упала. Она даже в портфеле закрытого чата ведет себя довольно-таки неплохо. Портфель закрытого чата себя чувствует тоже превосходно. Это для тех ребят, кто любит покритиковать, что там что-то не так у нас идет. Портфель закрытого чата чувствует себя на сегодняшний день просто-напросто превосходно. И еще многие пишут в личку, но, видимо, они всегда читают комментарии под моими видео. Говорят, ну портфель вот себя чувствует таким образом, потому что ты его ежемесячно пополняешь. Нет, дорогие друзья. Да, я считаю правильным пополнять ежемесячно, но в свое время я делал голосование в чате, стоит ли пополнять 1 июля, как положено, и 1 августа. Ребята сказали, что пока не надо. Мы хотим увидеть, когда же портфель достигнет роста в 100%, то есть 103 тысячи рублей. Ну, учитывая, что одно пополнение было, можно даже 106. Я лично жду, когда портфель достигнет 100 тысяч рублей, тогда спокойненько можно уже пополнить. Я думаю, это произойдет в ближайшее очень время. Ну, а те средства, которые отложены у меня, они служат таким резервом, который необходимо иметь любому игроку на фондовом рынке. Дорогие друзья, на ошибки участника закрытого чата, не буду его называть, нельзя полностью входить в какие-то активы, в один актив или в несколько активов. Всегда у игрока на фондовом рынке должно оставаться в кэше 15 минимум процентов. И желательно, чтобы одна четверть у вас всегда находилась в кэше на различные случаи, на усреднение, на какую-то экстренную спекуляцию и так далее. Это самое правильное решение. Ну, это такой небольшой урок, можно сказать, но я не учитель, но такой совет хотелось бы вам, дорогие друзья, дать. Говорили сегодня про курс доллара, дорогие друзья. Я хотелось бы вам напомнить, что на нашем канале идет конкурс по прогнозу курса доллара на 31 августа 2020 года. Вы видите, какой рынок нестабильный. Когда объявлял я этот конкурс, я предупреждал, что пара рубль-доллар в августе месяце и даже в сентябре будет довольно-таки волатильная и довольно-таки сильные колебания в курсе мы с вами можем увидеть. И поэтому проверьте свою интуицию, поучаствуйте в нашем конкурсе. Ссылка на видео, где проходит конкурс, есть в описании и в закрепленном комментарии. Условия, напомню вам, вы должны быть подписанными на данный YouTube канал. Прогноз оставляется один раз, так что подумайте, у вас еще время есть до следующей недели, до 26 августа принимаются ваши прогнозы. Ну и про приз отдельный момент обязательно скажу. Призом будут служить именно ваши донаты, которые вы присылаете по ссылке, которая есть в описании и в закрепленном комментарии. Пока не такой большой призовой фонд, там чуть больше, по-моему, 700 рублей. Вот не заходил сегодня, еще не смотрел. Поэтому более активно сделайте свои прогнозы, более активно туда присылайте донаты, чтобы победитель или победители получили достойный приз. Этим победителем можете оказаться именно вы. Ну а если видео мое вам понравилось сегодня, то обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, то обязательно поставьте дизлайк. Обязательно пишите свои комментарии со своим мнением про данное видео. По тому, что вы думаете по поводу той информации, которую я даю в своих видео обзорах. Мне очень интересно знать мнение каждого из вас. Если вам что-то не нравится, то тоже пишите обязательно, чтобы я понимал, какое настроение у моих подписчиков. Ну и, дорогие друзья, вы можете поблагодарить данный канал где-нибудь отрепостив данное видео. Также вы можете проспонсировать данный YouTube канал и получить в доступ к себе прямые эфиры с ребятами из закрытого чата. Вот сегодня выложу прямой эфир, который с ребятами состоялся уже в этот понедельник. Вы сможете, может, некоторые ответы найти на свои вопросы. Эфир тогда длился больше часа. Может быть, там прозвучит ответ на именно ваш вопрос. Ну и напоминаю, у нас есть открытый телеграм-ганал, где публикуются самые свежие новости, собранные с разных источников. Вы всегда будете в курсе тех событий, которые происходят на фондовом рынке. У нас есть Яндекс.Зен, где публикуется более фундаментальная аналитика по рынку, где каждый день публикуется настроение рынков. И зачастую, как я вижу этот рынок, именно так рынок себя и ведет. Ну и напомню вам, дорогие друзья, что у нас есть аккаунт в Инстаграме Инвест Профит. Аккаунт очень молодой, не так много подписчиков. Поэтому, дорогие друзья, заходите, подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме. Там сегодня, кстати, вышел новый пост про то, что такое EBITDA. Обязательно заходите, прочитайте. Это особенно относится тем, кто не так давно пришел на фондовый рынок. Для чего необходимо знать данные, какие данные, как и с чего они формируются. И так далее. Обязательно поставьте лайк и обязательно прокомментируйте. Ну а я с вами, дорогие друзья, на этом уже сегодня буду прощаться. Вчера видео не выходило, но, дорогие друзья, вчера было, во-первых, много работы. Ну и вчера был большой вечер футбола. Вчера играла моя любимая команда «Зенит», которая одолела московская ЦСКА. Сложный, тяжелый матч. Я, к сожалению, не попал. Не досталось мне билета. Но уже в эту субботу я иду на футбол, именно на стадион. Да, игра не такая значимая, играем мы с Тамбов, но расслабляться нам нельзя. Я имею в виду «Зениту». И тем более сейчас «Зенит» вновь стал единоличным лидером в нашем чемпионате. Ну, дорогие друзья, здесь это уже пошла лирика. Пока-пока и до завтра.